Добрый вечер, дорогие друзья! Я не знаю, видно ли, слышно ли всем, надеюсь, что... Да, спасибо вам большое, что вы с нами. Яна Селёнас, директор фонда «Русский дом» в Барселоне. И вместе с представительством Санкт-Петербургского государственного университета, который мы открыли у нас в Барселоне в 2018 году, мы запускаем очередной проект, которого мы ждали долго и очень надеялись... Этот проект, собственно говоря, всё придумала Татьяна Владимировна. Вот она, виновница, когда она у нас была в прошлом году. Ей так понравилось и у нас, и приём зрителей, которые осаждали наше здание, чтобы её послушать и посмотреть. Что она сказала? Она сказала, давайте мы с вами сделаем ряд лекций, потому что все рыдали, что это очень мало. Пандемия, конечно, помешала нам сделать это вживую, но мы не теряем надежды. Надеемся, что, дай бог, я уже отстучала все пальцы за эти месяцы, но, тем не менее, продолжаю это делать. Мы сможем это сделать на будущий год, в 2021 году. А пока что мы запускаем этот лекторий онлайн по когнитивным наукам и искусству. Следите, пожалуйста, за расписанием на нашем сайте ksderusia.es. Раз в неделю, по вторникам, в 18 часов по испанскому времени, 20.00 по московскому времени, вас будет ждать очередной сюрприз, очередной прекрасный лектор. Открывает сегодняшнюю нашу программу. Человек, которого представлять не надо. В России, я думаю, скорее нужно представлять римского папу, чем Татьяну Владимировну Черниговскую, которая вот перед вами. Поэтому я умолкаю, передаю ей слово. И если вы вам лекции, будьте, пожалуйста, здоровы. Татьяна Владимировна, спасибо. Спасибо. Добрый день, дамы и господа. Мне очень приятно здесь выступать. И, конечно, очень неприятно, что это происходит в этом пиксельном цифровом режиме, потому что Барселона – божественный город. Анна – изумительная хозяйка русского дома. И мы вообще целый план составили, как мы будем там двойками, тройками приезжать и разные лекции читать. Но этот бес из преисподней на нас напал на всех. И понятно, что никто никуда не ездит. Поэтому решили, чтобы все-таки эта начавшаяся наша дружба не погасла. Мы решили, что лучше так, чем никак. И вот объявленная мной лекция, я думала, я, естественно, Анне предлагала разные варианты, и в нашем плане разные варианты и стоят. Но все-таки с чего-то надо было начать. И решила, что раз уж такая жизнь пошла, то поговорим о том, куда мы попали. Заметим, что я эту лекцию планировала, и даже пару раз какие-то варианты ее исполняла. И это было до всякого вируса. Поэтому она не на тему вируса, хотя, конечно, его сейчас не избежишь. Я ее назвала «Цивилизационный слом. Выдержат ли нейронные и социальные сети?» И вот то, что видите сейчас вы на картинке, это справа, это кусок нейронной сети. Вот так выглядит то, что находится у нас в голове. Вот микро-микро-микро кусочек, естественно. А вот господин, который сидит на шпалах, а сзади его может сбить провоз, а он благополучно читает газету, господин в цилиндре, он всем доволен. Это вот, я думаю, мы и есть. Поэтому давайте посмотрим, что произошло. Вот поскольку я занимаюсь мозгом и тем, что с мозгом связано, то есть с сознанием, памятью, языком, ну, в общем, всякими когнитивными вещами, то меня давно интересуют разные вопросы. И я, как правило, поскольку ни у меня, ни у кого другого ответов нет, то я люблю вопросы задавать. Вот я и вам буду их задавать. Вот среди нас, населяющих эту планету, людей есть очень-очень глупые, совершенно бессмысленные существа. А есть гении. А тем не менее у всех у нас в голове находится самое сложное из всего, что мы знаем вообще. Сложнее мозга нет ничего. На одном из научных семинаров, которые я вот в Петербурге в университете устраиваю, там были разные крупные ученые, и я задала им вопрос в своем духе, то есть такой глупый вопрос. А как вы считаете, что сложнее, мозг или Вселенная? Ну, такой вопрос может разве что ребенок задать. Но я получила серьезный ответ. И этот ответ был, похоже, что мозг. Ну, так вот, вот это сложнейший мозг, вот это невероятное, что у нас он между ушей, тут у всех лежит. Оно такое сложное, даже у тех, кто страшно глуп. Это же интересная история. Ответа, разумеется, нет. Следующее, что меня интересует сейчас, это как нам вообще удается жить в невероятно противоречивой, многозначной и постоянно меняющей среде. Вот посмотрите, все ведь смыслы того, что вокруг нас происходит, что мы воспринимаем, и сами смыслы, которые мы порождаем, они зависят от тысячи причин, и причины эти меняются все время. Ничего стабильного в мире вообще нет. Каждую миллисекунду меняется все. Освещение, звук, температура, настроение, с кем вы говорите, кто этот человек, он вам друг или враг, или вы его видите впервые, он умный или глупый, что он читал, какова его картина мира. От всего этого зависит то, как будет воспринята информация или текст, если в таком широком смысле слова говорить, который стабилен вроде бы, буквы на месте, все на месте стоит. Но мы же понимаем, что то, как мы читали, ну, к примеру, Анну Каренину, когда мы учились в школе, и то, как мы ее читаем сейчас, это совершенно разное чтение. Хотя книжка, с ней ничего не происходило. Но сейчас вот все-все время говорят о том, что мир стал такой сложный, вообще непонятно, как в нем жить, и в нем непонятно, где правда, где ложь, где фейк, где подделка. Я хочу сказать, что многозначный и противоречивый мир был всегда. В этом смысле вроде бы ничего нового не произошло. Всегда так было. Вот чего не было, это гигантской скорости изменений. То, на что раньше у человечества уходили сотни тысяч лет, потом стали уходить тысячи, потом сотни, потом, и это уже близко, десятки лет, сейчас это происходит за один день, а может быть даже два раза в день. То есть, если уж такие примитивные примеры приводить, то эти гаджеты всякие, которые у всех у нас в карманах и в сумках, и везде лежат, только ты к ним привыкнешь. Оказывается, появилась новая модель, и тебе уже надо переучиваться, и не потому что ты хочешь переучиваться, потому что тебя все заставляет это сделать. И это очень-очень быстро. Следующее, что очень волнует сейчас вообще весь мир, это то, что стали нарушаться все договоренности. То есть и вещи, и события начинают вести себя, вот как я здесь пишу, не так. И при этом я имею в виду мою любимую героиню литературную, а именно Алису, которая то в стране чудес жила, то в Зазеркалье. Это вообще великая книга, и тем, кто ее давно не читал, а уж тем более тем, кто ее вообще никогда не читал, я очень советую ее перечитать, и, конечно, желательно в оригинале. Потому что она, эта книга невероятная, в ней показано то, что на самом деле сейчас и происходит, а именно все законы разрушены, все правила поведения нарушены, все договоренности нарушены, все не так, это какой-то другой мир. И мы в этом мире теперь живем, и это произошло недавно. Я еще раз говорю, что это не в связи с вирусом, а это за последние, я не знаю, там 3-4 года мы оказались фактически на другой планете. А этот вирус историю завершил, а именно у нас нет никаких шансов, что мы вернемся в прошлый мир. Об этом говорят все, кто про это хоть что-нибудь знает. Это общее мнение. Я буду очень счастлива, что мы все ошибемся, но сомневаюсь в этом. В другой мир нам не переехать. Вот уже как вышло, так вышло. Нужно учиться жить в этом необычном мире. Вот дальше я здесь пишу, что исчезает способность верификации. Я вот что имею в виду. Подделки стали так прекрасные и так совершенные, что неизвестно, что лучше, оригинал или подделка. Но мы ведь не хотим подделок, мы хотим оригиналы. А как мы их отличим? У нас это вот то, что сейчас говорят, наступила эпоха постправды. Нет возможности проверить ничего. Вы же понимаете, что всякие фотошопы и аналогичные программы позволяют смонтировать любой фильм, на котором мы с Анной будем делать что-то, чего мы никогда не делали, и говорить вещи, о которых мы никогда не говорили. И это будет очень-очень правдоподобно выглядеть. А есть какой-то шанс проверить, где правда, где нет? Ну, конечно, экспертизы очень высокого уровня, специальные службы для этого есть. Они, конечно, выяснят. Но если без этих специальных служб, то нет способа проверить, какие новости являются правдой, а какие являются выдумкой вообще. Вот все это накладывает отпечаток на нашу сложнейшую нейронную сеть. Эти картинки, которые я вам показываю, это не рисунки, а это электронно-микроскопические фотографии реальной нейронной сети. Ну, вот когда я смотрю на такие вещи, особенно вот на это, вот вы мышку мою видите, наверное, курсор, то встает вопрос, как по такой сети хоть какая-нибудь информация, хоть куда-нибудь может прийти, с чем она не путается, как она находит адресата. А под адресатом я имею в виду вот что. Вот я простой пример приведу. Предположим, я учу детей и говорю им, вот эта вещь называется очки. Значит, что значит научиться этому? Это значит, что вот эта вещь, портрет этой вещи должен попасть ко мне в мозг, и я даже более того скажу, вот сюда, в затылочные отделы, которые занимаются обработкой информации зрительной. И там должна оказаться как бы фотография, в кавычках, естественно, вот этого предмета. Я им говорю, а предмет этот называется очки. Вот что значит это выучить? Это значит, что должны соединиться части нейронной сети. Одна часть – это то, как выглядит этот предмет, и она отсюда. Вот так пойдет, пойдет, пойдет и придет сюда, где будет это слово. Когда завтра я приду в класс, предположим, я не учу детей, но предположим, и скажу, вот здесь много предметов лежит, покажите мне, где очки. Значит, эта дорога должна в обратную сторону пойти. Значит, должно активизироваться то место, где слово очки, и найти то место, где лежит фотография, в кавычках, этих очков. Вот что такое учиться, что такое передавать информацию из одного места в другое, это значит, что части нейронной сети находят друг друга, и образуется вот эта мощная связь. Вот что такое представляет собой наша нейронная сеть. Вот теперь я и спрашиваю, как это может быть, как в такой страшной нейронной сети можно хоть что-нибудь найти. Если все эти тоненькие ниточки вытянуть в одну линию, то мы получим вот такое дикое число. Это будет нить длиной почти 3 миллиона километров, и это достаточно, чтобы 68 раз Землю на экваторе объехать, или 7 раз на Луну, слетать и вернуться. Полагается считать, ну, там точное число, конечно, невозможно сказать, но у нас около 100 миллиардов нейронов в голове. Если более точно сказать, вот по нынешним данным эти цифры могут и меняться в зависимости от научных исследований. Это примерно 76, 86 миллиардов. Ну, где 86, там и стоит. Уже неважно, это запредельные числа. У каждого из этих нейронов может быть до 10, а иногда до 50 тысяч связей с другими частями в мозгу. Вот кто умеет считать, в отличие от меня, может сосчитать, и он получит жуткую цифру. Это квадриллион соединений синаптических. Это значит вот через ту часть, через такой промежуточек, через который соединяются разные части нейронной сети друг с другом. Вот таких соединений квадриллион. Когда мы читаем литературу специальную, то там, вот в англоязычной литературе говорят hyper astronomical numbers, гиперастрономические числа. Гипер – это значит, что вообще, так говоря, в языках мира, по всей видимости, нет даже слов для обозначения такого рода величий. Вот ну квадриллион, триллион, ну куда дальше? То есть это гигантские числа. Кроме того, ситуация ухудшается или улучшается от зависти от точки зрения еще вот каким образом. Вот скажем, когда я таким вещам обучалась, нам говорили, что есть, ну, к примеру, пять видов нейронов в голове. Они разные, они не одинаковые. Но потом стали говорить десять. А сейчас мы говорим о том, что их более тысячи только типов. Более того, опять же, когда я училась, то мы все на этом воспитаны, а многие и сейчас так считают, что нейрон может иметь два положения. Знаете, как прибора, включен и выключен. Он может быть либо включен, либо выключен. Оказывается, на несчастье на нашем, что у него может быть пять положений. Вот если мы пять умножим на тысячу видов нейронов и соединим это с тем, что я говорила только что, то нам остается только руками развести. Речь идет о немыслимых величинах. И эти величины действуют, я повторяю, в голове каждого умного, глупого, гениального, какого угодно. То есть там речь шла о сетях. Вот я вернусь на секунду обратно. Когда сейчас говорят про мозг, говорят сети. То есть наше вот все это, все, что мы умеем, обслуживается сетями. Причем очень сложные, иерархическая организация. Это сети, сети сетей, сети сетей сетей, сети сетей сетей, пока вам не надоест. Речь идет о гиперсетях. Вот то, что мы знаем про мозг. Вот, но похоже, что мы вообще как-то в сетях во всех этих запутались, потому что мы знаем социальные сети. Я не намекаю на Facebook или что-то аналогичное, а я имею в виду, то, что у нас социальные, но общественные сети. Мы живем, имея большое количество связей с разными организациями, людьми, через них с другими людьми. То есть мы и социально, в культурной нашей жизни живем в сетях. И вот теперь, вот я хочу сказать, что мы попали в ситуацию, когда очень усложнились эти наши социальные сети. есть такое число Данбара, про которое почему-то никто не знает. То есть знают специалисты, конечно, но очень мало их. И я-то узнала недавно. Это число Данбара – это вот что. Это допустимое количество социальных связей, которые может быть у данного субъекта. Субъект – это субъект, необязательно человек, исходя из размеров его мозга. Вот такой-то мозг позволяет столько-то связей иметь. У обезьян, у которых в три раза меньше мозг, чем у нас, у шимпанзе, например, размер социальной группы – 50. Вот они могут общаться с 50. А самый ближний круг составляет 3-4 компаньона, родственника или приятеля. У человека мозг гораздо больше. И поисходя из размеров нашего мозга, мы можем общаться со 150 людьми, при том, что близких у нас будет близкий круг – 12-15. А теперь посмотрите в свои телефоны. И что вы там увидите? У человека 21 века многие тысячи связей. Почему мы не рехнулись еще, честно говоря, непонятно. Потому что я помню, когда Наталья Петровна Бехтерева, вам, наверное, известно это имя, была еще на этой планете с нами, а не ушла в лучший мир, то когда ее спрашивали, что делать, чтобы память сохранить, и как делать, чтобы мозг лучше работал, она говорила, выбросьте записные книжки. Я очень хорошо это помню. Я общалась с ней. Но она это публично говорила. Выбросьте записные книжки. Помните телефоны знакомых, вообще старайтесь все помнить. В том числе свое расписание жизни на ближайшую неделю, там месяц или год. Но сейчас это может вызвать только недоумение. Но это вообще невозможно. Невозможно помнить такое количество связей, которое у меня в телефоне есть. Невозможно. Я не могу даже подумать о том, чтобы точно знать, что я буду делать на следующей неделе, в какой час. Во-первых, это все время меняется все, как я уже говорила. Все время все сползает. А во-вторых, очень плотная стала жизнь. Очень много всего происходит в единицу времени. Мы страшно ускорились. А вы мне скажите, а зачем? Мы вот зачем с такой скоростью несемся? Куда? Это вопрос без ответа. Поэтому мы сталкиваемся с обвалом социальных структур. И этот обвал еще как бы только начался. То есть у нас это впереди все. И мы имеем дело вот с этими гиперсетями в мозгу, гиперсетями в социуме. Мы сталкиваемся с их разрывами и перестройками. Все время меняется все. То есть у человека он должен находиться все время на чеку, так сказать. Он не успел опомниться, а оно уже другое. Про детей. Мы не знаем, что это за дети такие. Вот принты сейчас очень много обсуждают. Я сама все время на всяких форумах это слушаю. Другие, мол, дети родились. И у этих детей другой мозг. Но, конечно, он не другой, потому что для того, чтобы перестроилась биологическая система, должны проходить совсем не такие времена. Эволюция требует сотен, а лучше тысяч, а лучше десятков или сотен тысяч лет. Поэтому когда... Вот иногда мне там студенты дурацкие вопросы задают, а именно... А что с античности у нас мозг эволюционировал? Стал ли он лучше? Ну, я даже боюсь ответить, что нужно было бы на это ответить. Что-то я вокруг не вижу ни Аристотеля, ни Платонов, ни Моцартов не заметила, ни Бетхоинов, ни Шопенгауров. Так что насчет того, чтобы у нас эволюционировал мозг буквально, это, конечно, разговор абсолютно несерьезный. Но, кстати говоря, несколько лет назад я даже участвовала в одной публичной дискуссии, за что мы получили диплом президиума Академии наук. А это было на тему прекратилась ли эволюция человека. Тема интересная была. И там участвовали три физиолога, священник очень умный, который имеет степени по теоретической физике, и научный журналист серьезный. Да, и генетик. Но мы переругались в пух и прах все, потому что генетик, академик очень известный, он сразу сказал, вопрос закрыт, эволюция человека прекратилась. На что я, в частности, очень бурно отвечала и сказала, что, если не секрет, откуда он знает, прекратилась она или нет. И студентам также отвечаю. Я говорю, те из вас, кто проживут еще миллион-другой лет, вот они и ответят на этот вопрос. Прекратилась эволюция или не прекратилась. Так что вот ответ на такой биологический вопрос такой, но, возвращаясь к новым мозгам детей, мы же понимаем, что эти дети рождаются уже чуть ли не с гаджетами в руках. Они очень быстро входят в этот цифровой мир, и они в нем прекрасно ориентируются. Они уже родились в совершенно другую технологическую эпоху, и этого действительно не было никогда. Биологически они рождаются с тем же мозгом, с каким и мы все рождались, а также их бабушки, прабабушки и прапрабабушки. Но сейчас они попадают в совершенно другую среду. Вот здесь я сделаю некоторую паузу. Я, наверное, очень быстро говорю, ведь переводчик же, да? Ну, ладно. Я постараюсь, но не знаю, как получится. Пауза вот какая. Каждый из нас уже рождается с некоторой нейронной сетью. Мы уже родились такие. Но, да, не но, а и. И в этом, в том, с чем мы родились, есть некоторые устройства, в кавычках я беру это, которые при нас уже есть, но их нужно настроить. Понимаете? Вот каждый из нас родился уж как родился, со своим геномом и со своими талантами или их отсутствием. А вот когда мы все, каждый порознь, к сожалению, предстанем перед создателем в свое время, то вот тут-то мы и отчитаемся, какую такую нейронную сеть мы себе написали, пока жили на этой планете. Формирование этой нейронной сети происходит жизнью. Поэтому, если такой глупый пример привести, если бы один и тот же мозг, а так вообще не бывает никогда, но предположим, один и тот же мозг оказался в такой ситуации, в такой и в такой нейронной сети, которая из этого же мозга сформируется, она будет разная. Поэтому очень важно, где человек живет, как он растет, что он видит, с кем он общается. И это особенно и сверх важно, когда это маленький ребенок. Потому что мозг маленького ребенка невероятно пластичен. Это термин. Пластичен – это значит, способен учиться. Способен учиться. Это значит, может перестраивать эту нейронную сеть. Вот то, что я вначале говорила, может новые связи в этой нейронной сети образовывать. Чем более молодой мозг, тем более он способен к такой учебе, так сказать. Учебе не по книжкам, разумеется, а не в классе, а просто собственной жизни. Ну и вообще всегда считалось, что пластичность вот до некоторого времени в мозгу есть, а потом, когда человек взрослый или тем более пожилой, то этого нет вообще. Это устаревшая информация. Точно известно, это научные данные, что даже мозг очень пожилых людей, тем, кому там 80-90 лет, он тем не менее какие-то черты пластичности сохраняет. Но только в том случае, если он правильно жил, понимаете, если он все время читал идиотские книжки, смотрел дурацкие фильмы и общался с глупыми, бессмысленными людьми, то тогда вряд ли у него такая пластичность останется. А если его мозг будет занят серьезными вещами, серьезными, это не значит, что он должен заниматься наукой, но он должен хоть чем-то заниматься. Мозг должен работать, это его основное качество. Вот я опять же и студентам говорю, и вам тоже скажу, если вы ляжете на диван и будете лежать год, то вы не сможете встать, потому что у вас атрофируются все мышцы, и нужно будет специальных людей звать, которые вас научат опять ходить, сидеть, тренировать эти мышцы, чтобы они окрепли. Вот с мозгом абсолютно то же самое. Он должен работать. Причем работать трудно ему должно быть. Трудно для разных людей разное. Для одних это доказательство теоремы, которую не доказал никто в мире. Для других это простой какой-нибудь кроссворд. Ну и на здоровье, пусть это будет простой кроссворд. Он для этого человека сложный, поэтому сложность или легкость это индивидуальное дело. Это не по объективной шкале, а по вашей личной шкале. Так вот, дети, которые родились вот в эту другую эпоху, они ведь попадают в другую среду, и, соответственно, их нейронная сеть отличается от тех нейронных сетей, которые были даже 20 лет тому назад. Это просто факт. Встает вопрос, а что нам с этими детьми делать, когда, как их учить, например, или что с ними делать, когда они дойдут до уровня школы. Ну, неважно, что, где школой называется, то, что во многих странах детский сад, то есть в нашей стране, например, детский сад, а во многих странах это уже школа как бы начинается. Дело не в этом, дело не в названии, а дело в том, что когда ребенок приходит, чтобы его уже учили учителя, вот чему мы его будем учить? Учитель, который говорит, вот это стул, на нем сидят, вот это стол, там за ним едят, такой учитель не нужен никому, потому что ребенок общается с Сири или с Алисой или говорит, окей, гугл, информацию такого рода он оттуда вынет быстрее, чем мы с вами, потому что он начал делать это когда был младенцем. Такой не нужен учитель, а какой нужен, который будет делать что? Это отдельная интересная история. Следующий пункт, который я здесь пишу, вот под названием обвал структур, это полная несостоятельность этических и юридических норм, которыми пользуется человечество, в ту эпоху, в которой мы оказались. Искусственный интеллект на нас наступает, юриспруденция про это не знает ничего. Поверьте мне, я знаю, что говорю. Но дошло, наконец, озаботились, поэтому на уровне ООН и в организациях такого ранга идет серьезная работа по тому, как с этим быть. Нужны другие правила жизни, другие правила поведения. Ну, например, если беспилотная машина кого-то задавила, то кто несет ответственность? Тот, кто ее взял на прокат или купил? Или тот, кто ее делал? Это программист? Это инженеры? Это владелец этой фирмы? Кто это? Мы же не знаем. Кроме того, эти искусственные интеллектуальные системы, еще искусственного интеллекта в полном смысле вовсе нет на нашей планете пока. Но это другая тема, я сейчас даже не буду ее трогать. но мощные программы есть. И мы не выпустим руль, управляющий всем этим из рук. Это я вам не кухонные разговоры сейчас передаю. Это то, что обсуждается очень серьезными специалистами. Опасность того, что эта история может выйти из-под контроля реально. Все это, конечно, в романах фантастических уже было сто раз описано. Стругацкие, к примеру, это описывали. Да и масса народу. И Брэдбери, и все. Это все шло под общим названием «Восстание машин». Да, что как бы они вырвутся из-под нашей власти, и тогда нам мало не покажется. Так вот, сейчас это на эту тему. Вот один из примеров я вам приведу, потому что он меня очень удивил. Я была, ну, по их просьбе, в одной компании, которая как раз занимается обучением, глубоким обучением нейронных сетей, учат нейронные сети, то есть учат программы. Не искусственные нейронные сети, не эти, а программы. Вот. И вдруг. То есть это те самые люди, которые это и делают. Вот кому уж бояться, не им же бояться. И вдруг. Они говорят, что первая тревога у них появилась, когда тонированная сеть, которую они очень изысканно и мощно учили, она стала учиться страшно быстро, скажем, в сто раз быстрее, чем человек может даже подумать об этом. Это первое, когда они насторожились. А второе, это когда две программы, а вы, возможно, об этом читали, потому что это вышло в популярную среду. Две программы изобрели язык, ну, математический свой язык, программный, с которыми стали общаться друг с другом. И люди этот язык не понимали. Вот вам первые звоночки. И когда они мне это все сказали, я спросила, и что вы сделали? Вот вы испугались, и что вы сделали? Они сказали, мы отключили это. Можете себе представить, до какой степени испугались специалисты? Я повторяю, не кухарка на кухне, а специалисты, которые испугались настолько, что отключили. Ну вот, поэтому вот здесь я пишу, фактическое нефункционирование нефункционирование этических и юридических норм. А эксперименты с мозгом, а эксперименты с геномом, это вообще есть правила? Вот что мы разрешаем, а что не разрешаем? И насколько жесткие эти правила? Ну, скажем, как всем известно, клонировать человека запрещено. Ну, это с этим согласились все. В науке запреты не действуют. Всегда найдется меценат, назовем его условно так, которому будет страшно интересно, или, возможно, у него будут какие-нибудь корыстные или порочные даже цели. И он купит остров, на этот остров свезет лучших ученых и предоставит им такие условия для работы и такую аппаратуру, о которой они не могут мечтать. Я вас уверяю, они клонируют, кого хотят. Уже не говоря о том, что в случае, когда был редактирован геном в Китае, вы знаете, там две девочки родились, страшный же скандал был, он просто сейчас затух, а тот человек, который это делал, вообще исчез, просто неизвестно где он, вообще ничего неизвестно. Это первые звоночки. Понимаете, такие вещи в науке ничего запретить никогда нельзя. Это все равно будет сделано рано или поздно. Поэтому надо договориться о правилах игры. Вот что все-таки, я понимаю, будут преступники, которые нарушат, но вот не преступники. Вот что мы себе можем позволить? Мы так много знаем, что можем лезть в мозг. Вы, наверное, читали, недавно было, что Илон Маск, чип вживил в мозг свиньи. Это очень, очень тревожная история. Потому что, как вы понимаете, дело не в свинье. Конечно, можно на это смотреть положительно. И я предлагаю с этой стороны тоже посмотреть. Если человеку после каких-то жутких болезней, он парализован, он ни руками, ни ногами двигать не может, вообще говорить не может, читать не может, писать не может, вообще ужас. И если можно в голову вживить чип, который позволит ему все это делать, так это спасение для миллионов людей, не так ли? Так что с медицинской точки зрения, ну и с научной, конечно, это огромное открытие, и с медицинской точки зрения это замечательно. Но мы же понимаем, что одним и тем же ножом можно сыр разрезать, а можно человека убить. Поэтому правила, нужны правила. И пока с этим дело плохо обстоит. Даже есть такие даже термины, как нейрохакинг, нейрохакинг. Понимаете, если я через чип могу в голову какую-то информацию ввести, то через этот же чип я могу ее и вынуть. Вы хотите, чтобы вся ваша психическая деятельность контролировалась извне? Сомневаюсь, что хотите. Сергей Петрович Капица. Я не знаю, кто меня слушает, но я уверена, что многие из вас помнят этого замечательного человека, и передачи, которые он вел по телевидению, очевидная, невероятная. Мне посчастливилось, и я в нескольких его передачах участвовала, и с ним общалась и вне всяких эфиров. Ну, он мудрейший, умнейший и очень высокой пробы человек был. Его тоже, конечно, волновало, куда мы попали, но он еще не знал, куда мы попали сейчас. Ну, и разговоры такие в том числе, что с такой скоростью бесконечно события растущей сложности идти не могут. Так же, как не может бесконечно расти население. Должен произойти какой-то слом и обвал. И он, который занимался вот такого рода проблемами последние годы, он говорил, нет, мы дойдем до какого-то пика, потом будет спад, потом оно почему-то остановится. Не хочу чудес всяких говорить, но я не исключаю, что это тот самый спад. Вот где мы сейчас находимся с этим вирусом. Вообще дети еще рождаться будут. И какие дети, кстати. Вот. Кроме того, мы практически не можем предсказывать ход событий, так как зависимости стали абсолютно нелинейными. Так много происходит, очень противоречивает вещей, и каждое событие подвержено влиянию такого количества факторов, что с этим можно сравнить только, скажем, прогнозы погоды. Ну вот, кому только не лень ругать плохие прогнозы погоды. Но если поговорить все-таки со специалистами, то они говорят, да вы даже не можете представить степени сложности того, что там происходит, сколько там всего влияет на все. Они говорят, есть серьезный прогноз, может быть, на 2-3 дня, ну максимум на неделю. Все остальное – это разговор в пользу бедных, потому что ничего прогнозировать мы не можем. Погода – это я пример просто привела, а все остальное – это очень такое же. Откуда мы знаем, в каком настроении там послезавтра проснется Байден, условный Байден? Очень много случайных вещей в том числе. Поэтому вот я обращаю ваше внимание на эти слова нейроэтика и нейроюриспруденция, и это ровно то, что мы должны сейчас делать. Как работать с геномом? Вы, конечно, можете мне сказать, ну хорошо, если выяснили, что у новорожденного или даже еще нерожденного ребенка есть в геноме плохая вещь, которая в итоге приведет к мозговым нарушениям или к онкологии какой-нибудь. И если мы знаем, как поправить это, почему же нам не внедриться в геном и не поправить заранее, чтобы этот человек не оказался в этой ситуации? Ну что же здесь плохого? Наоборот, все хорошо. Все хорошо, если только не иметь в виду, что мы слишком мало знаем. А мы знаем, что произойдет со всем остальным этим гигантским, сложнейшим геномом, если мы эту штуку оттуда уберем. А с остальными-то что в это время произойдет? В общем, это серьезная вещь. Ну и, как я уже сказала, это растущая мощь искусственного интеллекта, который, если не дай богу, он действительно окажется тем, что называется, сильный искусственный интеллект, то есть такой, как мы. Сильный – это значит, как мы или сильнее. А это значит, что у него есть сознание собственного я, он личность в этот момент. Личность, программа, личность. Вы хотите жить в таком мире, где программа – личность? Если она личность, значит, у нее есть свобода воли, и значит, у нее есть свои планы и задачи. И я очень сильно сомневаюсь, что в их планы и задачи входят сохранение рода человеческого. Это зачем нам? Мы же можем взять, условно говоря, и рубильник отключить, чтобы электричество к ним не шло. Но они нас переиграют, потому что они нас не допустят туда. Понимаете? Будут, скажем, солнечные батареи, которые будут их питать и отключить их будет нельзя. Но это я сейчас научную фантастику как бы говорю. Но как бы. Потому что на самом деле опасность такая есть. Она действительно есть. Хорошо. Вот я уже говорила, чему будем учить детей. Но не только детей, а студентов, скажем. Вот с марта начиная, я, как и все мои коллеги, преподаем онлайн. Я из зума вообще не выхожу этого, чертова, этого зума. Мы страшно все устали. Нам ужасно надоело. Ну а теперь представьте, что у нас цифровых технологий нет. Мы человечество, которое попало в такую ужасную историю с этим коронавирусом. Оно же не может сделать паузу в подготовке специалистов вообще, в передаче знаний, которая не останавливалась никогда. Даже в самые худшие времена, в Столетнюю войну. Никогда не останавливалась передача знаний. Мы же не можем сделать паузу и прекратить, кого бы то ни было, чему бы то ни было, учить. Вы только представьте себе. Поэтому, хотя нам всем это страшно доело, но хорошо, что это есть. Нам пришлось многому учиться, как подавать этот материал. Это отнюдь неговорящая голова. Вот я сегодня студентам лекцию читала посреди дня. Это отнюдь не так было, вот как я с вами сейчас разговариваю. А это была комбинация презентации, включения других материалов, иногда куски фильмов. Это очень трудная и совсем другая работа. Мы не знаем даже дозы, которые можно, задействовать при обучении, скажем, детей. Но вот общеизвестно, что ребенку лучше не сидеть у компьютера по разным причинам. Там больше такого-то количества времени. Он сидит раз в 10 больше, чем он должен по всем правилам. А что ему делать? Он сначала должен в школе, так сказать, в виртуальной школе все прослушать, а после этого еще целый вечер, проклиная час, когда он родился, делать домашние задания. Это же будут проклинать и его родители, кстати, которые, между прочим, попали в очень тяжелое положение, потому что так этим ребенком занималась школа, а теперь он сидит дома и говорит, мама, а как мне решить эту задачу по тригонометрии? Вот если мне сейчас кто-нибудь предложит решить задачу по тригонометрии или по химии, то что я буду делать? Я вынуждена сказать, что я это давным-давно забыла. Тогда встает в том числе и психологический барьер. То есть дети видят, что родители знают чуть ли не меньше, чем они. Это, конечно, на самом деле не так, но ребенок так может решить. То есть как это делать? В каких дозах? Это на самом деле большая проблема для тех, кто занимается педагогикой как наукой. Они должны быстро придумать, что с этим делать. Все идет к тому, что нужно образование не запоминания, а понимания. Вот зачем мне человек, я об этом несколько раз, ну, много раз в жизни думала, мне отличник не нужен. Вот отличник, у которого пятерки по всем предметам, вот он мне не интересен абсолютно. Потому что у меня такой отличник вот здесь стоит передо мной, компьютер называется. Он все помнит, гораздо больше помнит, чем любой человек. Мне нужен тот, который понимает. Который понимает. Конечно, вы могли бы мне на это сказать, да, но если мы пойдем по этой дороге, то мы начнем производить сплошных дилетантов. Они будут что-то вообще знать и, может быть, даже неплохо соображать. Но они не будут знать никаких фактов. Мне не нужен врач, который не знает анатомии, потому что компьютер рядом есть, который знает анатомию. Нам никому такие специалисты не нужны. Так что это я к чему такие противоречивые вещи говорю? Чтобы описать, в каком-то трудном положении мы сейчас. Понимаете, с одной стороны, нам нужны люди, у которых эти знания здесь, а с другой стороны, мне не нужно, чтобы здесь были бессмысленные знания, наборы цифр, в каком году, в какой день недели, в какого числа Жозефина вышла замуж за Наполеона. Вот без этого можно обойтись, потому что я, воззвав к Алисе эту информацию, через полминуты получу. Возможно, нам надо учить детей и уже теперь и студентов способности к постоянным переменам, к тому, что мир нестабилен, что то, что было вчера, завтра уже может быть не так. Возможно, давайте, извините за грубое слово, чтобы они понимали, что да, это такой мир. Вот, кстати, финны, у которых считается одна из лучших систем образования школьного, они очень интересные вещи делают в последние годы. Они перестраивают школы, в физическом смысле перестраивают, то есть дом перестраивают. Ну вот, и в этом доме очень такие необычные классы. Вот сегодня ребёнок приходит, класс, скажем, жёлтого цвета, и там сидит пять человек, а учительница такая-то. А завтра он приходит, а класс этот в нём сидит уже 26 человек, и он синий. Понимаете? То есть дети заранее подготовлены к тому, что да, мир такой, вот он меняется всё время. Это их не вводит в состояние невроза или даже психоза, в котором сейчас находится большинство людей. Ведь сейчас, вот я на секунду отвлекусь, что говорят специалисты, я же вот общаюсь в разных местах, специалисты говорят, особенно психотерапевты, терапевты, и даже неврологи, и даже психиатры, они говорят, о, следующая история за нами. Вот когда этот вирус-то весь пройдёт, тут пойдут психосематические заболевания, панические атаки, полная неспособность предпособиться к миру, и это всё на нас вывалится. И это правда. Потому что мы не готовы к такому миру, мы никогда не жили так. Вы разве не видите вокруг себя людей, которые нервничают? Они не знают, как в нём жить. Следующее, что я бы отметила, детей нужно учить, детей и студентов. Детьми мы называем наших студентов. Они вполне взрослые, но поскольку мы их любим, мы их по привычке за глаза, естественно, называем дети. Формирование навыков, верификация информации. Мы им прямо говорим, вот по моему предмету, вот перед вами на экране ссылки на те источники в интернете, которым можно доверять. Мы их сразу приучаем к тому, что информация, понятно, что в Википедии вы найдёте всё, что угодно, но это та информация, которая никому не нужна. Информация, которая вам нужна, серьёзная, находится здесь, здесь, здесь и здесь. За всё остальное, что вы откуда-то народите, мы не отвечаем. Более того, и не признаем её, когда вы нам её принесёте, эту информацию. Этому надо специально учить. Конечно, нужно, как я уже начала говорить, учить способности противостоять стрессу, формировать способность жить в этом новом мире. Вот я здесь пишу в цифровом, но теперь не только в цифровом, в этом запертом мире. Вот как в нём жить-то? Мы же все сейчас, ну, согласитесь, я уверена, что каждый из вас, если бы мы могли общаться по-человечески, каждый бы из вас согласился. Мы ведь все сознательно или подсознательно скрыто от самих себя надеемся на то, что, как всякая болезнь, это пройдёт. Ну, грипп и грипп, да, ну, всё, кончилось, это в прошлом осталось, всё, живём, как жили. Вот не похоже. Даже если это как-то легче станет, но чтобы оно вообще вернулось в обратную такую фазу жизни нашей цивилизации, не похоже. Все говорят про это. Нет, надо учиться жить в таком мире. Так и учиться надо. И детей мы, мы же не можем, мы же не звери, чтобы их в дикий лес пустить и ничему не научив, да, как спасаться, как там, как что делать. В этом цифровом мире, извините, перелистнулась сама, в этом цифровом мире мы должны не потерять себя как людей. Мы не должны сдать этот мир цифре. Мы планируем жить ещё здесь? Люди ещё здесь будут жить? Или здесь будут жить только программы и роботы? А если второе, тогда вообще можно ни о чём не волноваться. Если мы здесь жить не планируем, тогда вопросы сняты. А если планируем, то надо понять, как. Поэтому мы оказались в совершенной, повторяю, новых условиях, и я ещё раз говорю, что я это готовила до всякого вируса. Подделки лучше оригиналов. Вот когда поговоришь с искусственными интеллектщиками, они говорят, «О, вы говорите, мы искусство не можем, запросто можем. Мы сейчас такую программу напишем, и она вам будет, как Леонардо, всё делать, только ещё и лучше. Причём не копировать, а делать, как Леонардо. А я хочу такого Леонардо? Вот я точно знаю, что я не хочу. Зачем мне эти подделки? Искусственный интеллект сам продуцирует новости. Вы любые новости прочтёте. У вас есть основания верить тому, что вам из телевизора там несётся, или из сети? Никаких оснований. А как мы делаем? Вот мне часто спрашивают, хорошо, а вот каким образом вы выбираете, скажем, научную информацию? Хороший вопрос. Вот по каждой из областей, в которых я работаю, каждый день штук 50 выходят статей научных. Вы же понимаете, что их не только обдумать нельзя, их прочистить даже нельзя. Их даже нельзя никуда отложить на завтра, потому что завтра ещё 50 появится. Так что с этим делать? Понимаете, на нас валит такое количество информации, что это примерно то же, что если бы она вообще вся исчезла, её так много, что можно считать, что её нет. Что с этим делать? Вот у меня способ есть с научной литературой обращаться. Не лучший способ, но я как-то живу с ним. Я либо читаю тех авторов, которых я уже знаю, мировых имеется в виду, не Вася Петя, который рядом, а мировых. Я знаю, что вот этот сильный, этот, этот, этот. Вот их я читаю, за ними и слежу. Если появляется статья, которая мне кажется интересной, но я про это не очень понимаю, я звоню знакомым, коллегам звоню и говорю, ты знаешь такого-то, вот Джонсона знаешь, ну что, серьёзный он учёный? Если он мне говорит, да, серьёзный, я читать буду. Если он скажет, это всё болтовня, одна и липа, он просто слова хорошо составляет, предложение, так я его читать не буду. Вот что-то в этом духе мы должны преподавать, понимаете, мы должны понять, как с этим быть. Киберугрозы со всех сторон. Это ведь не болтовняет на самом деле. Плюсы и минусы того, что называется Human Computer Interactions. Но я отчасти уже про это говорила. Мы через компьютер страшно много всего делаем, разве нет? И огромное количество плюсов. Вот в эту, в пандемию, боже милости, сколько я опер пересмотрела, из Metropolitan Opera, из Ласкала, и откуда только не было, из Большого театра, со всех сторон. Можно ходить, не вставая с дивана по любым галереям. Так что, тогда мы переходим в этот режим? Мы так теперь будем жить? Я, кстати, себя поймала на интересной мысли такой. Вот когда я уже объелась всей этой культурой, вдруг я почувствовала, что, и да, и уже стала думать, а что теперь вообще мы вот и в театр не будем ходить? Зачем мне в него идти, если я могу в хорошем разрешении и прекрасного качества лучших мировых звезд прямо дома увидеть? И тут вдруг я почувствовала, что я хочу настоящего. А вот теперь я хочу пойти в реальный Мариинский театр. А я живу от него в 10 минутах ходьбы, между прочим. Мне недалеко и дойти. Хочу в реальный театр, хочу видеть оркестровую яму, хочу слышать эти божественные одни из лучших звуков на свете, когда инструменты начинают настраиваться. Хочу этот запах, хочу эти бархатные кресла, хочу смотреть, как люди ходят, хочу живого. Это говорят все вокруг. А теперь хотим как на самом деле, в запах правдочный, так сказать. Теперь вот все говорили, ну и сейчас это много где обсуждают, что вот глобализация провалилась, все разъехалось по национальным квартирам, ну в кавычках и без кавычек. Да, но наступил новый тип глобализации. Мне совершенно все равно, где будет физически находиться человек, который, скажем, у меня, у меня в лаборатории вот из, ну которая теперь институтом когнитивных исследований стала, на ее базе образовался институт когнитивных исследований. Вот, и у меня там работают люди, которые как работали в Петербурге, так и работают. Одна моя сотрудница уже третий год сидит в Сингапуре, чрезвычайно активно работает, руководит студентами, блестящие работы выходят, статьи пишут, мы общаемся так, как мы сейчас с вами общаемся. Другая сидит в Хельсинки, еще человек сидит в Америке. Сейчас это уже не важно, хоть на Марсе пусть он сидит, понимаете, но кардинально мир-то поменялся, кардинально. Поэтому глобализация другая, но хорошо, ведь есть страны, в которых эти цифровые возможности не очевидны для всех, не то чтобы так уж доступны, потому что нужен высокоскоростной интернет, нужны входы там всякие, но компьютер-то не трудно купить, но есть страны, в которых просто у людей денег нет на то, чтобы купить их, и что? Значит, они вообще остаются выкинутыми из всего этого. То есть, это Дарвин такой пошел, понимаете, система отбора. Все эти вещи сказочные, которые я вам рассказываю, не первый день обсуждаются, и искусство, кстати, здесь поработало хорошо. Вот известная старая книжка, чудесная, Филиппа Дика, которая называется Do Androids Dream of Electric Sheep? То есть, снятся ли сны андроидам? Андроидам – это искусственные создания, которые точно, как мы, отличить нельзя. И на эту тему я могла бы долго говорить, но времени нет. Просто напоминаю о фильме, который вот Blade Runner с Харрисоном Фордом был, а потом была его ремейк Blade Runner 2049, по-моему, называли. Вот, между прочим, поучительно посмотреть. Там как раз про это. Это уже надо сниривая на тот век, в котором мы живем. и тут встает проблема, так сказать, другого сознания. Вот, как я уже говорила, как отличить одно от другого, и как я могу, например, знать, что вот у этого андроида, гипотетического, пока, как у этого андроида, что у него вообще в голове? У меня есть какой-нибудь шанс узнать? Даже если я тот человек, который его сделал. Вот сделал. А у него, что у него в голове? Если он такого высокого ранга, когнитивного ранга, сложная личность, он что вообще думает? Вот способа узнать, что он думает, у нас нет никакого. А если мы говорим о продукции очень высокого научного уровня, то гениальная имитация будет. Он вам будет имитировать и эмоции, и боль, и туда вставят чип, в котором будут у него всевозможные воспоминания о том, как он был младенцем, когда там родился, ему было два дня. Понимаете, это все можно вставить. Вот в тех фильмах, которые я показывала, там, это на на прошлом слайде, это как раз обсуждается. Итого, вот известная фраза «Cogito ergo sum», я ставлю знак вопроса, то есть мыслю, значит, существую. Хорошо, эта программа, это вот новое это существо, оно мыслит, оно мыслит лучше, чем мы, у него скорости огромные, оно все помнит, у него не болит голова, ему не надо спать, у него не происходит неприятностей дома, на работе или в семьях, правильно? Он сильнее нас, а тогда чего у него нет? «Centio ergo sum», у него нет чувств, но у него есть подделка чувств, вот опасности, в которые мы лезем. Всегда, когда изучают мозг, говорят об алгоритмах, вот у нас алгоритмы, и вспоминают Тьюринга, конечно, а я предлагаю вспомнить, а вам и нечего вспомнить, потому что вы его не знаете, я сама узнала несколько лет назад, был в середине 19 века человек, Корсаков по фамилии в России, возможно, это из семьи Корсаковых, римских Корсаковых, в том числе, я не знаю, но вряд ли уж прям так совпадение фамилий, он опередил Тьюринга на несколько десятков лет, он стал первый создавать такие интеллектуальные машины, как бы, ну и последнее, что здесь, это вот Альфа Гэл, это программа невероятная, которая обыграла всех в шахматы, в ГО, а теперь еще и в покер, вот оно, будущее, это наш, я здесь поместила Эйнштейна и Чаплина двух гениев, потому что один гений интеллектуальный, а второй гений другого типа, и вот этот другой тип меня сейчас интересует, но Эйнштейн не оплашал, если бы это то, что я здесь красным написала, сказал художник или поэт или музыкант, я бы внимание не обратила, потому что это общеизвестно, но это говорит физик, и говорит он интуиция священный дар, разум покорный слуга, это говорит физик, и дальше воображение важнее знания, он говорит, потому что знания у нас ограничены, вот отсюда знаем, досюда, больше не знаем ничего, а воображение не связано ни с чем, куда хочет, туда идет, и тем самым и порождает новое, ну и что, что же будет, на чем сердце успокоится, я здесь тоже Чаплина помещаю и его подопечного, замечательные персонажи, которые как раз нам показывают ценность человечного, в 96-м году первый удар по человечеству был нанесен, когда программа Deep Blue обыграла Каспарова в шахматы, все содрогнулись, потому что думают, да как же так, наш лучший мозг, и вот такая беда, но когда потом очнулись, то горевать так уж сильно перестали, потому что эта программа Deep Blue, она была надрессирована, натаскана, я бы даже сказала, на конкретного игрока, у нее, еще раз повторяю, она не нервничает, у нее бесконечная память, она знала про Карпова все, как он ходил, когда первый раз шахматы в руки взял, фигуру шахматную взял, она знала каждый его шаг, он сам столько про себя не знал, и потом, когда Карп похочнулся в шоке, так сказать, он потом, не помню, уже говорил или писал, что если бы я сделал ход, ну не то, чтобы неверный, но глупый для чемпиона мира, ну вот как бы чемпионы мира так не ходят, то это бы, возможно, эта программа сбила, потому что она должна была сказать, мы так не договаривались, я не играю со школьниками, я играю с чемпионами мира, то есть это ее могло сбить. Хорошо, в 2006 году другая программа DeepFit обыграла Крамника, потом стали говорить хорошо, но она, эти искусственные штуки не смогут играть в Го, потому что Го гораздо более сложная игра, и там не такая алгоритмическая, другое, короче, господи, ты что ж такое. Ну так вот, случилось и это. Вот эта программа AlphaGo, я вам показывала, этого робота, там, механического человека, она обыграла Лиси Дола, лучшего игрока, разгромно. и это уже совсем серьезно. И вот эта программа AlphaGo, она, это универсальный алгоритм, который за 24 часа без предварительных подготовок может обучиться играть в игру любую из вот этих сложных Го, Сёги, Го и шахматы, и они играют так, что им не может противостоять ни один человек. Это невозможно. Я интересовалась, а как учат эту программу? И оказалось, что она играет как бы со своим клоном, сама с собой, с такой же, понимаете, равной силой противники сидят и играют миллион партий. Ну, ясно, что она невероятно обучается. Конечно, никакой человек это сделать не может, это невозможно. Ну и, наконец, дело дошло до того, что она обыграла даже очень мощных игроков в покер. Я-то уверена была, что в покер она никогда не сможет играть эта программа, потому что там блеф, как мы знаем, и, ну, там совершенно другие вещи обыграла. Ну и что? Оказались мы вот где. Этот мир текучий, прозрачный, всё про каждого из нас известно, правильно? Кто с кем обедал, какие туфли покупает, что ест, что не ест, вообще всё известно, кто где был, когда, но это не новость. Он нестабильный, он сверхбыстрый, он меняется так, что ты не успеваешь, так сказать, проснуться, как перед тобой уже другой мир. Он гибридный, то есть это сочетание реального, живого, биологического мира и этого цифрового, и он мерцает. Он нестабильный, с одного боку посмотришь, вроде так, а с другого боку посмотришь, а иначе. Он начинает автономно жить. Интернет вещей, самоорганизация сетей, сети организуются по собственным законам, есть сетевые законы. Как я уже говорила, отбор в социуме может идти в зависимости от того, овладел человек возможностью жить в таком мире или нет, и растущее недоверие к информации. Мало ли кто мне что скажет. Люди говорят, да, но я это слышал в программе новостей, да мне это совершенно неинтересно. Все что угодно могли там слышать. И даже более того, вам туда Юлия Цезаря выведут в качестве ведущего, он вам все расскажет. Все возможно сейчас. тревоги, синдром отложенной жизни. Мы живем особенно, мы так воспитываем детей своих, как будто вот сейчас мы еще только готовимся к тому, чтобы дальше жить. И это, то потом будет вот что. А сейчас он не живет. Это что, черновик? Если кто забыл, то я сообщаю, что жизнь началась в тот момент, данного конкретного человека, когда материнская и отцовская клетки соединились. Все. С тех пор пошла жизнь. Никакого черновика. Он живет свою единственную жизнь. Наступает цивилизация праздности, потому что мы уже сейчас видим, и это растет с большой скоростью, что большое количество профессий будут не нужны. это будет действительно делать автоматические системы. Это правда. Это так и есть. А что будут делать люди, которые освободились от тяжелого труда? Вот что они будут делать? На это полагается отвечать, что тут как раз у них освободится время, а многие правительства серьезно думают, а некоторые даже воплощают о неком такой basic financing, что будут всем раздавать просто деньги ни за что, чтобы люди с голоду не померли, могли оплачивать жизнь свою и так далее. Это я понимаю. А делать-то они что будут в это время? Полагается отвечать, а вот сейчас они начнут картины писать, поэмы и на людьми играть. У меня есть большие сомнения в том, что так будет. Цивилизация праздности, кстати, была уже. Это Древний Рим, и что-то я его давно не встречала. И то, о чем я всю лекцию говорю, дезориентация в мире, сильная дезориентация в мире. Ну, мои вопросы, это можно их и не задавать, потому что все равно нет ответов. Скажем, мы говорим, что вот там что-то происходит логично, а что-то нелогично. А у мозга, у самого логика есть? Она какая? Она такая, как у Аристотеля или какая-то другая? Мозг – это физический объект, физический. У него есть вес, плотность, ширина, длина. А он каким законам физическим причиняется? Физике он причиняется законам физики? Причиняется. А какой физике? Ньютона или Нильса Бора или еще кого-то? Какой? А тогда, когда физическое переходит в живое, законы физики сохраняются? Вот сейчас, если среди вас есть физики, они либо меня проклинают, либо смеются, потому что так вопрос вообще ставить нельзя. Да, физика, она как бы на весь мир. А мы все законы физики открыли, больше ничего никто не откроет? Ну, например, нет даже никакого согласия о том, как же все-таки соотносятся, скажем, мир, большой мир, в котором действуют законы Ньютона и квантовый мир, в котором вообще все другое. Вот с этим как быть? Оно ведь тут присутствует. Не где-то там, понимаете, а квантовый мир присутствует тут у вас в пальце. Поэтому, какая физика мозгом управляет, вопрос без ответа. Какая математика управляет, вопрос без ответа. Ну, это даже я перелеснул, потому что я про это говорила уже. Но, тем не менее, у меня некоторые вопросы остались. Например, почему мы решили, что вот этот искусственный интеллект решит быть такой, как мы? Почему ему обязательно захочется быть как человек? Может быть, у него вообще будут другие принципы и взгляда на мир, и свою этику он там какую-то выдумает. Почему обязательно такой, как мы? И, например, почему мы ждем, что он будет к нам неприятности готовить? Может, это будет такой хороший интеллект, которому неприятности вообще в его голову железную не входят. Почему вот базовые, универсальные правила именно такие, как мы выбрали? Ведь если мы посмотрим, на что у нас совершенно нет времени, а у меня квалификации, на то, какие правила, базовые правила в разных культурах. Ну, скажем, что считается этичным, а что неэтичным, в смысле допустимым или недопустимым, в племенах амазонки, которые современной цивилизации никогда не видели. Вот что там можно, а чего там нельзя? Серьезный вопрос. Ну и теперь про мозг и вообще-то надо заканчивать, наверное, шу. Мы смотрим на мозг как устройство, которое получает информацию из внешнего мира и ее перерабатывает. То есть, как на биоавтомат. Это неправильная идея. Мозг не только получает и обрабатывает информацию, мозг творит миры. Он информацию создает. он ее придумывает. Все искусство, включая литературу, музыку, математику, что хотите, все это создано вот здесь. Этого нигде больше нет. Это только здесь. Поэтому неправильный взгляд на мозг был. Ну и до сих пор вся нейронаука исходит из того, что нам нужно как можно глубже туда глядеть. Вот будем знать про каждый нейрон. А теперь ответьте, мне зачем знать про каждый из ста миллиардов нейронов. И что я буду делать с этой информацией? Ничего не буду делать. А считается, что если мы вот узнаем, из чего эта игрушка собрана, то дальше все это здание как бы само вырастет. Вот оно не вырастет. Поэтому сейчас такой критический этап и в нашей этой нейронауке тоже. Мозг не компьютер. Он не только перерабатывает информацию, он миры, я повторяю, создает. И он пользуется отнюдь не только логикой по аристотельской линии. Это другая вещь. И нам, возможно, надо смотреть в другую сторону. И на эту тему у меня есть даже статья вот-вот должна появиться, и лекция, которую я, может, потом прочту у вас, которая называется «Мозг как барокко». Я предлагаю на мозг смотреть с другого боку. Потому что если мы будем по-прежнему идти по тому пути, по которому наука движется уже лет 200, то мы в таком сложном объекте, каким является человеческий мозг, ни до чего не доберемся. У нас ничего не получится. У нас будут критические ошибки, которые не решают общую задачу. Мы будем знать про каждый миллиметр мозга, но это нам не даст картины, что там происходит на самом деле, как мысль там зарождается, что это такое. Это так. Вот я бы закончила тем, что нам стоит, господи, притормозить, подумать, как нам жить тут, как не потерять представление о реальности, что реальная реальность, а что виртуальная. Вот эти все игры и разные дополненные реальности, искусственные реальности, они становятся настолько совершенными, что из них как бы люди и выходить не хотят. Там еще лучше, чем здесь. Этические нормы, ценности, смыслы, самое время сесть думать и не нужно добавлять хаоса в тот мир, в котором мы оказались, который, я вам скажу, политически некорректную вещь, полностью спятил. Мир сошел с ума. Вы посмотрите направо-налево, посмотрите в компьютер, посмотрите в телевизор, и вы выйдете, мир свихнулся. Ему требуется психиатр этому миру, а нам в нем жить, потому что у нас не предвидится другого-то мира. И это мой, по-моему, последний слайд, и я вот думаю, что мы должны идти по другому пути. я бы здесь, ну, прочесть вы и без меня можете, я вот здесь упомянула бы двух людей, я случайно прочла об этом, и на меня это очень подействовало. Гея Кончелли, гениальный композитор, у него было такое выражение сложная простота, тут есть о чем очень сильно подумать. это на самом деле выглядит как будто просто, а на самом деле это сверхсложно. И еще человек другой, а именно Фаняр, да, которая сформулировала вот такой лого такое, если можно так сказать, и она детей своих учила, дочерей, по-моему, она им говорила, не убегай из-под дождя, имеется в виду вот что, каждое мгновение сейчас прямо пройдет, не надо это перелистывать, вот цени все, что это мгновение может дать тебе, идет дождь, стой под этим дождем. Я помню, много лет назад я была в Осло и запуталась в городе, что-то не могла найти, как мне к отелю к моему прийти, и я обратилась, да, и ливень был, и я обратилась к даме, которая рядом проходила, и спросила ее, вот как мне пройти туда-то, и говорю, у меня зонтик есть, давайте, может быть, я вам куда-то вас доведу с этим зонтиком, она посмотрела меня чрезвычайно удивленно, и сказала, а зачем, ведь это дождь просто, это же, там не кислота же с неба, это дождь, что такого, вот я хочу быть под этим дождем и под этим ветром. ну, и последнее, это, что мы сейчас находимся в такой точке, когда дороги наук и искусство, это не разные дороги, и они даже не параллельные, они начали пересекаться, искусство, это сжатое время, и это сжатая мысль, искусство умеет делать то, чего наука не умеет делать, искусство опережает науку на десятилетия, если не сказать, на столетие, просто ученые не дают себе труда почитать это, нужно туда пойти, нужно слушать музыку, ходить в музей и смотреть на это не обывательским глазом, а философским глазом, там уже все сказано. Ну, и я вас благодарю за внимание и терпение, и заканчиваю этой картинкой из гениального фильма «Огни большого города», потому что мир, в который мы попали, он требует вот этого, он требует тепла и человеческого. Ну, и спасибо вам. Анна, вы, наверное, включитесь. Да, я включилась, включилась, да, вот. Татьяна Владимировна, спасибо вам огромное. У нас будет запись лекции. И вам, что слушали. Которые мы постараемся всем прислать. вопросов много, как вы сказали, времени уже очень мало и в Санкт-Петербурге, где Татьяна Владимировна находится уже глубокая ночь, поэтому вот три вопроса, если можно, да, я выделила. Да, конечно. Первый, его, к тому же, несколько раз повторяют в разной интерпретации, это как влияют все вот социальные сети на детей. Ну, они плохо влияют на детей, потому что это псевдожизнь, понимаете, получается, что они общаются, они общаются неизвестно с кем. Вот вы, когда входите в социальную сеть, вы уверены, что Мэри или Джон, с которым вы общаетесь, что это реальное лицо? Не факт. И что тот же Джон, который был вчера, сегодня это этот же Джон. Ну, это я простую ситуацию привожу. Но общаться в социальной среде не хлопотно, понимаете, ее можно включить, а можно выключить, можно нахамить, и тебе ничего не будет за это, никакого наказания. Так ведь? Хорошо, а когда эти дети, они, когда выйдут в реальный мир, они умеют там жить? Сейчас все, кто про это что-то знает, все жалуются на отсутствие социализации. Это касается и социальных сетей, и вот этого локдауна, в котором мы оказались. Все же сидят в тюрьме, понимаете? То есть нету навыка общения с людьми, а это навык. Вот скажем, у тех, кто все время в компьютере завис, у них, вот у подростков этих, у них, вот они флиртовать, скажем, умеют. Как они будут там отношения налаживать? Каким способом? Просто записочками перебрасываться? Это живая жизнь. Вот я уже задала вопрос. Если мы планируем жить еще, жить, собираемся на планете, или отдадим ее цифрам? Если отдадим цифрам, вопросов нет. если все-таки планируем, тогда из сетей надо их вынуть. И очень трудно контролировать, кроме всего прочего, что именно они оттуда берут. Вы, конечно, можете все запереть, но долго вы будете это запирать. Дети вырастают и будут лучше вас с этими сетями справляться и все вскроют там все ваши замки. Спасибо огромное. Вот вопрос с подковырочкой. Как относится мозг ко времени? Скорость течения времени регулируется моим мозгом или время это стабильная физико-математическая категория? Отличный вопрос, очень хороший вопрос. Меня очень эта тема интересует. У меня вот здесь даже за спиной лежит книжка, которая называется, я не помню на каком она языке, точно не на русском, но в общем идея там такая. Время все еще течет как река или время это свойство нашего мозга. Здесь разговор идет вот о чем. Время все еще течет с одной и той же скоростью, без перерывов, не возвращается обратно, не останавливается нигде. Это так или не так? Мы привыкли, что так, а в квантовом мире не так, например. Это первое. Второе был, но это длинный разговор, у нас там нет возможности про это серьезно говорить. Я бы, знаете, куда отнесла, отослала за информацией на эту тему? Был очень известный спор, такая дискуссия между Эйнштейном Эйнштейном и Бергсоном. Эйнштейн говорил, что время это, ну, понятно, это физическая величина, а Бергсон говорил ничего подобного. Это все базируется на эмоциях и на состояниях. Каждый из нас знает, что бывает, когда проходит пять минут, и вам кажется, что это не пять минут прошло, а еще год. и наоборот, какие-то события в вашей жизни, которые происходили, роман был, неделю, а это оставило такой след, и вам кажется, что это длилось, я не знаю, пять лет. Понимаете, это очень зависит от эмоциональной нагруженности. Кроме того, мы знаем, что время, восприятие, не время, а восприятие времени меняется от от химии. То бишь, если, скажем, марихуана меняет течение времени, лекарства меняют течение времени, неправильный биохимический баланс у людей с нарушениями мозговыми меняет течение времени. При депрессии время одним образом течет, при маниакальном состоянии другим течет и так далее. То есть, если мы говорим о нем как о физической величине, то это один разговор. А если мы говорим о нем как о психологической, то тогда вот все вопросы, которые я уже назвала, они по-прежнему есть. Некоторые даже прямо пишут, время – это функция, да, is name a function of a brain. Время – это функция мозга, просто мозг у нас так работает, что там вот есть такие штучки, как, например, время. А есть время вообще во внешнем мире или нет, а Бог его знает. Вот так на этот вопрос я отвечаю. Я понимаю, что я рискую перед физиками, но я отвечаю честно. Эти вопросы реально есть, они не сняты. И это не кумушки на лавочке и их обсуждают. Спасибо большое. Так, следующий вопрос. Верите ли вы в силу духовного развития? Возможно, стоит направить усилия в эту сторону? Из вашего опыта, какой процент людей разделяют эту информацию и какой процент спящих людей? Да, я уверена, что это важнейшая вещь. Вот я как ученый как бы вам говорю, если мы в эту сторону не будем двигаться, у нас перспективы плохие, потому что во всем остальном цифровой мир нас переиграет. Он нас почти переиграл уже. Понимаете? Это с очень большой скоростью идет. Мы проиграем на этом поле. Нам не надо играть в эту игру. Я имею в виду не то, что нам не надо пользоваться всеми этим вещами, но я имею в виду, что в состязании, когда духовного ничего нет, а есть только атомы и пиксели, понимаете, мы заведомо проигрываем, потому что это они умеют лучше, чем мы. программы. Нам там нечего делать. Если мы по-прежнему хотим быть, ну что, все эти тысячелетия, когда строилась наша великая цивилизация, напрасно, что ли, прошли? А теперь мы это сдадим в эту мясорубку, которая все перемелет на атомы, да? Лотман, вот я на чем бы закончила. Юрий Михайлович Лотман, с которым я имела счастье много общаться. Он, человек, был страшно остроумный и много прекрасных вещей говорил, но вот одну вещь я не устаю в этом контексте повторять и вам скажу. Он говорил, дорогие ученые, конечно, можно теленка на стейке разобрать. Это то, чем занимается наука, но обратно он не собирается. Он не собирается обратно. Из того, что мы выучим каждую клеточку, понимаете, обратно не восстанавливается. На эту тему Гёте писал, у него специальный стих на эту тему замечательный есть, про то, что пока ты расчленяешь природу, она и исчезает как раз. В обратную сторону нет хода. От того, что мы всё разрежем мелко-мелко-мелко, потом возьмём очень мощный микроскоп или очень мощный телескоп и на это посмотрим, это нам картину не восстановит. Это неправильная дорога. И по ней вся наука ходит. И до сих пор ходит. Но умные начали понимать, что нужно что-то совсем другое. Ну что, мне кажется, что аудитория должна в обморок. Вот вам пишут просто сотни людей, которые нас слушают трансляции по Фейсбуку, Инстаграму и Зуму. Низкий поклон. Спасибо, как они вас любят, как они вас благодарят. Спасибо большое. И в общем, спасибо вам огромное. Мы тоже вас благодарим за то, что вы есть. Надеемся, что мы всё-таки... Спасибо большое. Ведь интересно, вы же понимаете, что любые разговоры могут быть только тогда, когда обе стороны участвуют правильно. Иначе ничего не получается. Поэтому очень важно, какая аудитория. Мне ужасно жалко, что я вижу только некоторые иконки, чуть-чуть. И что я не вижу зал. Я привыкла, в том числе, и в очень больших залах говорить. И я их вижу, этих людей. Я их чувствую на самом деле. Я не люблю всякие разговоры про энергетику и всё это, но если всё-таки энергетику взять в кавычки и это слово потребить, то оно несомненно присутствует и в реальной аудитории, когда ты преподаешь студентам и учителям, детям реальным, маленьким. И когда ты выступаешь где-то, и когда дискуссия идёт, и вы все сидите за столом вот здесь, живые. Это совершенно другое дело. И даже не очень понятно, почему. Это, кстати, само по себе научная серьёзная проблема, за которую ещё даже никто не взялся. Почему нам хочется, скажем, втроём или в пятером оказаться в одной и той же комнате? Мы же видим крупно на экране друг друга, друг друга. Крупнее даже, чем обычно. Правильно? Почему? Почему? В чём дело? Мы даже можем бокалы взять, правильно? Что в эту пандемию неоднократно все и делали. Можно как бы поужинать вместе. но не нравится. Почему? Это вопрос-то серьёзный. Почему-то не нравится. Значит, хотим живой жизни, то, что называется. Реальной жизни хочется. Но мы же всё-таки живые, я надеюсь. Слава. Спасибо вам, слушатели, дорогие зрители. Спасибо огромное. Если там были какие-то небольшие накладки из-за того, что столько народу получилось, что пришлось всех распределять по разным каналам, извините, всё будет выложено на сайте и вам отправлено. Татьяна Владимировна, здоровья вам. Мы вас ждём в Барселоне. Я как хочу приехать. О чём вы говорите? Вы мне вчера прислали это микро-видео с этими всеми красотами. Просто хоть плачь. Знаете, коллеги, я вам ещё что хочу сказать, что вот после меня будет несколько лекций. Это очень замечательные, яркие, сильные люди. И темы там очень интересные. Это не тривиальные люди. Это не лектор в клубе. Знаете, просто пришёл про что-то рассказать. То есть я советую на самом деле. И мне кажется, что мы с Анной правильно решили, что такую вот сессию организовать из нескольких лекций, а потом, может быть, отпустят это, зараза-то нас. Тогда встретимся все вместе. Будем надеяться. Всем спасибо огромное. Будьте здоровы. Всего хорошего. Будьте все здоровы. Да. Татьяна Владимировна. Да. В данном случае в прямом смысле будьте здоровы. В самом буквальном.